Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня вы узнаете, как убрать жир на животе, боках, если даже у вас не получается это сделать долгие годы. Вы поймёте, в чём причины, и теперь у вас всё получится. А причин несколько. Зная их, вы поймёте именно вашу или ваши причины, и устранив их, вы уберёте жир, снизите сахар, инсулин, очистите свои кровеносные сосуды и будете здоровее, бодрее и проживёте дольше. Моя Полисецкая была в целом права, говоря, что жрать надо меньше. Но в наши дни всё сложнее, причин больше. Некоторые вы знаете, а что-то нет. И упустив эти некоторые, вы не добьётесь результата. Вот вам 8 главных причин, которые составляют 99,9 всех проблем с ожирением и висцеральным жиром, и подкожным, с отвисающим животом, боками и так далее. Первое, конечно, еда, безусловно. Когда человек ест много, часто, калорий больше употребляет, чем тратит, ест сахар, много сладкого, ест на ночь, постепенно происходит ожирение печени. Начинается всё с инсулинорезистентности, то есть невосприимчивости клеток к инсулину. Гормон инсулина уже не может провести глюкозу, основную энергетическую единицу и главный моносахарид, в клетку. Уровень сахара в крови повышается, количество инсулина также повышенное, таким образом постепенно возникает метаболический синдром и далее сахарный диабет второго типа. Происходит нарушение жирового и углеводного обмена, то есть нарушение обмена веществ. Но инсулин бывает повышен не только от повышенного сахара в крови. Тот, кто ест много мяса, у того тоже инсулин повышается, мало об этом кто знает, но есть ещё одна причина повышенного инсулина, об этом чуть далее. Вторая причина это перекусы, частая еда и вечерняя еда, еда на ночь. Необходимо придерживаться, если хотите похудеть и быть здоровее, убрать завитые сосуды холестериновыми мляшками и так далее. Необходимо, помимо того, что нужно устранить потребление сахара и быстрых углеводов вообще, так вот нужно соблюдать интервальное питание или по-другому интервальное голодание. Не есть после 16.00, ну хотя бы в начале после 18.00 перестроить своё питание. Помните, о чём говорил великий полководец Суворов? Завтрак съешь сам, обед поделись с товарищем, а ужин отдай врагу, совершенно справедливо. Кто ест на ночь, у того очень сильно повышается и сахар, и инсулин, ожиревает печень. Колоссальная нагрузка идёт на поджелудочную железу, потому что она должна отдыхать более половины суток, чтобы восстановить себя и не истощать свои ресурсы постоянной выработкой гамонов и ферментов. Если вы будете питаться по системе 6.18, а лучше 4.20, а об этом было у меня видео, интервальное голодание оно так и называется, ссылки, кстати, на всё, что раскрывает эти темы, которые я сейчас подниму подробнее, я оставлю вам под этим видео. Посмотрев их, вы поймёте вообще всё. Но я советую конспектировать. Сейчас же я тезисно всё главное расскажу. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Так вот, перейдя на интервальное питание, вы снизите и сахар, и инсулин в крови. Тем более, если вы уберёте сладкое из рациона питания. Всё, включая натуральные фрукты. Да-да, какая разница? Ведь там тоже содержатся глюкоза и фруктоза, пусть и натуральные. Это, конечно, лучше, чем синтетический сахар, тут и нет спора. Но, тем не менее, инсулинорезистентность и все вытекающие последствия есть и у фрукторианцев. Третий пункт – это отсутствие движений. Недостаток активности приводит к атрофии мышц, к плохой работе кишечника, к накоплению калорий в виде растущей жировой ткани, так как калорий человек получает больше, чем он их тратит в этот день. Итак, физическая активность и специальные упражнения, о которых я скажу чуть далее. Четвёртый пункт – стрессы. Мало кто понимает, что стрессы не просто приводят к эфемерным непонятным каким-то болезням, ко всем, тем более, болезням, как люди любят говорить. А давайте конкретику. Так вот, стрессы повышают инсулин в крови, как и сахар, так как они воздействуют на печень определённым образом, о котором я вам скоро расскажу. Очень важно устранить стрессы, если хотите похудеть. Пятый пункт – плохой сон ночью. Он нарушает гормональное равновесие и усиливает стрессы. Шестой пункт – химия в еде. Красители, эмульгаторы, консерванты, они блокируют расщепление жиров. Седьмой пункт – как следствие долгой инсулинорезистентности, замедляется обмен веществ. Тогда простого интервального голодания, даже 4,20 недостаточно, и временно необходимо перейти на питание в течение 4 часов, не в один день, а в 2 дня. То есть не есть практически 2 дня. Потом опять есть в течение 4 часов. Не значит, что постоянно, а 2 или 3 раза, не более. За эти 4 часа. И дальше не есть 44 часа. Не волнуйтесь, это не постоянно, это временно. Надо раскачать метаболизм. Естественно, питание должно быть абсолютно правильным, содержащим все необходимые нутриенты, важные для здоровья. Я советую вам посмотреть мою лекцию «А что же тогда есть?» Инсулинорезистентность и некоторые другие. Я все оставлю вам под этим видео в описании. Ну а восьмой пункт – это пункт, который, честно говоря, никогда не учитывал, когда делал лекции о питании вообще и о инсулинорезистентности, сахаре и так далее, хотя зря. Сейчас я перейду к этой теме. Поясню только еще один момент. Печень производит глюкозу тоже. Откуда? Из запасов, то есть из гликогена. Гликоген – это животный крахмал. Это запакованная глюкоза, когда из пищи человек ее получает слишком много. То есть часть ее тратится на быструю энергию. Пока тем более нет инсулинорезистентности у кого. Но часть запасается, конвертируется в этот концентрат глюкозы, а именно животный крахмал – гликоген. А вот благодаря другому гормону поджелудочной железы антагонисту инсулина гормон глюкогон как раз и гонит эту глюкозу из гликогена. Но это все происходит в печени. И потому, если у вас повышенная жировая масса тела, у вас большие запасы гликогена, что само собой, то долгое еще время печень будет вырабатывать глюкозу, и сахар может быть повышенным. И инсулин поэтому может быть повышенным, а значит нагрузкой на сосуды и на весь организм, даже после того, как вы все будете делать правильно. То есть, чем толще человек, тем дольше эта проблема может проходить. То есть, трансформация. Но вы должны это знать, понимать, почему теперь знаете, поэтому не беспокойтесь. Теперь, есть люди, кто мало ест, и даже питаются интервально, и даже тренируются осознанные люди, кто вот все это уже понял, и сладкого не едят, и даже все семь пунктов выполняют. Но жир, как был на животе, на боках, так и есть. Есть даже те, кто перешел на кето-питание, ну, то или иное, есть несколько форм кето-питания, но не уходит жир все равно. И человек думает, что это что-то, какая-то кара с небес, или разочаровывается во всем. Но, представляете, причина-то есть, и вроде осознанные люди, но, оказывается, эти люди, вот в этом случае, когда все делают правильно, но причина все равно есть. Они пьют алкоголь. А я-то думал, что таких людей нет, оказывается, даже среди веганов есть такие люди. А ведь алкоголь, помимо того, что он сильный наркотик, смотрите, ГОСТ 72-го года, и протоплазматический яд, и генное оружие. В некоторых видах алкоголя есть еще и скрытый остаточный сахар, например, в вине и пиве. Но дело даже не только в этом. А вот в чем. Ведь алкоголь, то есть этиловый спирт, неважно, в каком алкогольном поэле он находится, в любом, в элитном вине, или в самом дешевом самогоне, гипотоциты печени от алкоголя, то есть от этилового спирта, синоним, кстати, винный спирт, погибают частично. Многие повреждаются. Образуются тогда рубцы, фиброзная ткань, образуется жир, ухудшаются функции печени, а, напомню, у печени более 500 функций задач в организме. Ну и в крайнем уже случае происходит перерастание в цирроз фиброзных тканей и в рак. Но говоря о нашей теме ожирения, происходит следующее. От пива, к примеру, поднимается гормон эстроген, снижается гормон тестостерон, и это приводит к еще большему росту жира того самого пивного пуза. А это ведь не просто какой-то подкожный жир, это висцеральный жир, жир внутренних органов, которые уже теряют свои функции и задачи. И человек семимильными шагами движется либо к смерти ранней, либо к инвалидности. А чистый спирт, то есть чистый алкоголь, это пустые калории. Да, это калории. И калории весьма огромные, почти как в жире, то есть 7 килокалорий на 1 грамм чистого спирта, а в жире 9. Но в отличие от жиров и других продуктов, скажем так, питания, в алкоголе нет никаких нутриентов, то есть нет витаминов, нет ничего. Более того, они расходуются, то есть витамины, минералы, жирные кислоты из организма расходуются на переработку и утилизацию этого яда алкоголя. И это вызывает их дефицит в организме, особенно витаминов группы В, особенно В1. Ну и кстати В12, почему нервная система в том числе поэтому разрушается у этих людей. Хотя еще почему разрушается нервная система? Из чего состоят все нервные клетки и проводящиеся нервные пути из чего? Из наружных миелиновых жировых липидных, то есть оболочек. А что такое алкоголь? Это универсальный жирорастворитель. Происходит следующее, как провода, у них изоляция от кислоты растворяется, например, и дальше происходит короткое замыкание, вот и все. Так вот, печень становится жирной, далее вокруг органов растет висцеральный жир. Жир внутренних органов, не подкожный, подкожный тоже, разумеется, растет, он не так опасен. Нарушается их работа, функционирование, и чем дальше запускается этот процесс деградации, тем хуже и тем тяжелее из него выйти. Помните, что ограничение калорий это продление жизни. А алкоголь, ну что тут можно сказать? Сейчас я не буду говорить про огромный вред алкоголя, про воздействие алкоголя на мозг и генетику. Про это я могу сделать отдельное видео, если вам это будет интересно, моим зрителям, напишите под этим видео, не поленитесь, сделать ли такое видео, которое просто поставит жирную точку в этой проблеме и поможет многим заткнуть рот тем алкоголикам, любителям, которые любой ценой, даже глумлением над разумом, ищут поводы оставить эту нечисть в своей жизни. Итак, я объяснил вам восьмую причину, неявную для многих, почему человек не может снизить жировую массу в животе, складки остаются, что бы он ни делал. Потому что и печень разрушается, нарушается жировой обмен, потому что калорий вы, оказывается, не сильно уменьшили, а даже в чем-то увеличили. Итак, алкоголю места в жизни нет ни грамма для нормального, разумного человека, который не хочет терять разум, генетику и совесть. Так, скоро доберемся до упражнений, но скажу еще очень важные вещи. Например, есть такое вещество метформин. Его назначают диабетиком, он снижает инсулин, и, безусловно, имеет место быть временно. Ничего страшного в его приеме нет, курсами можно, хотя бы месяц и, там, две недели перерыв. Так, два-три подхода. Вполне можно его принимать. Конечно, проконсультируйтесь об этом со своим, как говорится, лечащим врачом. Кстати, его аналог есть, и с чего, собственно, его фарминдустрия создала, а именно с веществ, которые есть в растениях. Например, в козлятнике восточном. Кстати, очень высокобелковая бобовая культура, которая для животноводства, например, могла бы быть колондайком. Мало просто, кто об этом знает. Кстати, эта культура лет за пять улучшает качество почвы, ну, просто в разы. И вот там есть вещество, аналог вот этому метформину. К сожалению, наверное, экстрактов из козлятника нет, никто не делает, а было бы неплохо. Итак, кое-что, как вы уже поняли, надо изменить, неправильное в своей жизни, добавить в свою жизнь правильные вещи. Низкоуглеводистую диету, интервальное голодание, никаких перекусов, никакой еды после 16.00, убрать из рациона питания сахара все сладкое, быстрые углеводы. Желательно перейти на кето-питание, лучше веганский тип кето-питания, об этом у меня было видео. Принимать обязательно хром, то есть пеколенат хрома, потому что он уменьшает тягу к еде и снижает инсулин. Витамины группы В. Самый лучший вариант, натуральный, принимать органическую, бил спирулину и хлореллу. О них у меня было много видео, и ссылку на лучшую хлореллу и спирулину я вам оставлю под этим видео. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, обязательно, их дефицит как раз приводит к ожирению, к изменению обменных процессов, к нарушению их. Самые лучшие омега-3 жирные кислоты и, главное, безопасные, это, конечно, препараты профессора Исаева. Кстати, хотя бы одно видео. Кто еще не смотрел, обязательно посмотрите, под названием «Почему люди болеют». Оставлю вам под этим видео. Так вот, латтл с селеном и препарат Марина принимайте совместно. Магний и калий очень важны для похудения, но это всего лишь зелень. Ешьте много зелени, больше зелени. И, кстати, горьких видов зелени, например, рукола, ну и так далее. Потому что чем горче, тем полезнее для печени. Разумеется, полыни другие горькие травы есть не надо. Это особое лекарственное растение, которое надо с пониманием дела потреблять. И не всем, поэтому не буду об этом говорить. Что касается расторопши, то лучше гепатопротекторного средства, то есть восстанавливающего клетки печени, сыскать трудно. Но самый правильный вариант – это комплексный подход. Вот как сейчас я вам рассказал комплексно про 8 пунктов, не учитывая хоть один из которых, вы можете не добиться желаемого результата, тем более с возрастом, тем более с застарелыми проблемами. Так вот, также и программа для укрепления и очищения печени комплексной, куда входят и определенные экстракты трав, и грибные препараты, высших басдиальных грибов, экстракты и так далее. Вот этот комплекс – самый правильный и надежный вариант. И еще про яблочный уксус я много в каких лекциях говорил. Он повышает чувствительность к инсулину, что очень хорошо. Поэтому на ночь 2 чайные ложки на стакан теплой воды выпивайте, только потом зубы не забудьте прополоскать, и у вас утром будет снижаться инсулин относительно тех обычных показателей, какой есть, когда вы при равных прочих его не потребляете. Вот можете проверить и убедитесь. Перед каждым приемом пищи минуты за 3-5 потребляете натуральный только ГОСТовский яблочный уксус, и пищеварение будет лучше. Дезинфицирующие свойства желудка усилятся. Одни только плюсы. Такой яблочный уксус мы производим из своих органических яблок в дубовых бочках. Год настаивается, выдерживается, потом разливается в стеклянные бутылки. Ссылку на них я оставлю вам в описании. И теперь про упражнения. Ну что ж, здесь на самом деле все банально просто. Смотрите, если нужно убрать жир с живота, то вы производите движение, направленное на сгибание-разгибание живота. Это упражнение на стресс. Это велосипед, лёжа на спине на полу с поворотом тела при движении ног налево и направо. Это и на шведской стенке уголок. Ну в общем, вот все эти подобные упражнения посильные, это то, что вам необходимо. Два-три раза в день по 20-30 минут. Разумеется, начать можно и один раз в день с буквально одной-двух минут. Ну и в завершение ещё одна рекомендация. Вот вы поймите, что причина любой болезни, любого ненормального состояния есть всегда. Человек рождён и, как говорится, функционирует изначально по программе быть здоровым человеком. Иначе жизни бы не было. Это естественно. И болезни мы все себе в конечном счёте копаем, вот, как говорится, могилу ложкой-вилкой. Правильное выражение. Нужно просто понимать только, что именно, в чём ошибка. И вот мои лекции как раз помогут в этом разобраться. Их не надо воспринимать на веру, они доказательные. А положительные результаты, то есть излечение от болезней, тысяч людей по моим рекомендациям, методикам, это главное, что называется, доказательство истинности. Поскольку практика – критерий истины. Это и тысячи писем, и сотни видеоотзывов. Всё это есть на моём главном YouTube-канале, а также на других дополнительных моих YouTube-каналах тематических, ну и, разумеется, в соцсетях. Все ссылки я оставлю вам прямо под этим видео. Посмотрите, не поленитесь. Подпишитесь на канал, кто не подписан, нажмите на колокольчик и поставьте уведомлять обо всех видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео и сможете их посмотреть. Будете учитывать то, что я говорю, выполняйте, и вы получите себе только благо. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите ещё две минуты. Особенно те, кто у нас ещё ничего не приобретал. На нашем сайте надгард.ру. И те, кто смотрит это моё видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого своё здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгард.ру, посмотрите хотя бы два раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Всё это налажено, обо всём сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл ещё один канал на Ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат, и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на моё видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живёте и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на всё это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Телеграм-канал, который дублирует Ютуб. Мало ли что с Ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!